Несмотря на то, что я с детства видел, как отец Александр иногда рисует. Мы, не знаю, 16 лет, может быть, 17 лет, мы с Андреем Квартальным, когда учились в Абрамском художественном училище, привозили ему глину, из которой он лепил. Я очень жалею о том, что не сохранились эти скульптурки, потому что они не были обружены в свое время. Но это была хватка художника, это совершенно точно. Это был очевидный дар, потому что рука его двигалась четко, он мог буквально несколькими движениями передать характер человека. Я ему спрашиваю, а вот есть семья Алдошина, а вот там кто? Это долго объяснять, давай я нарисую. И так появляется тут же, за минуту, появляется шесть портретов представителей семьи Алдошина. Он говорит, это да, я говорю, да, действительно как похоже. Вот это вот умение, я не знаю, я вот когда учился, это вот карандаш, это вот пропорции, нужно все это взвесить. Он сделал это моментально. И то же самое происходило, когда он брал бульки глину. Тоже это очень быстро получались эти доисторические животные, эти птеродакции, птеродакции, обезьянки. И вот вы знаете, как-то это, я не видел, как он писал иконы, не так много было написано. Этот вот период известен тоже, он был у отца Александра, вместе с Натальей Федоровной они этим занимались. Но сейчас для меня произошло какое-то необыкновенное открытие. Почему? Потому что мы увидели, мы вдруг увидели отца Александра с его графикой, с его живописью, акварелями вот этого Коктебельского периода. И с, слава Богу, сохранившейся скульптурой, совершенно другими глазами. Вот. И теперь можно смело говорить, вот после этих листов, которые были сделаны, какой интерес, интерес, собственно, ну вот к проповеди, то, что сейчас говорил Артем через изобразительное искусство, отец Александр также проповедует. Так же, как мы читаем его книги, так же, как мы смотрим видеозаписи, так же, как мы слушаем аудиозаписи с его проповедями, вот отец Александр работает для нас и для всех, и как художник. И для меня это открытие, вот, мне вот очень приятно и радостно то, что здесь совершенно другая атмосфера, нежели чем в официальной Московской областной думе, да, где, так сказать, вот все этот пафос там и так далее. Вот здесь я чувствую себя совершенно по-другому, я вспоминаю студенческие годы свои, вот. Вот, в Дубне в университете другая атмосфера, везде отец Александр живет и работает, и я вас поздравляю вот с тем, что это и происходит, и мне кажется, что это вот такое открытие отца Александра еще одной, еще одной грани. Спасибо. Спасибо.